Здарова ребятушки, с вами Аладушки, я сейчас перед началом серии сел полистать немножечко, я себе выписал, короче есть вот вольтаж и ампераж, ну в смысле и то и то вольт конечно Но я вот выписал, что дают нижние переключатели, почему-то я пошел справа налево, хотя наоборот надо было, но они там дают минус 100, минус 80, минус 120, потом плюс 30, плюс 360, плюс 240 и плюс 120 Я подумал, что мне достаточно будет собрать только одно, а второе соберется автоматически и в принципе так оно и получилось, вам не нужно собирать одновременно и верхние и нижние Если опять же я сейчас включу, это будет работать, я просто объясняю, как я до этого дошел Тут две цифры и вам их вроде как нужно совместить, но как бы наверное подразумевается, что двумя разными путями можно сделать, что у тебя одна совпадет, другая нет Но я пошел от обратного, что если я найду одну, я найду и другую, вот немножечко позаписывал данные, посидел буквально за, сколько, за минутки три Поперещелкал и оно подобралось, по крайней мере эти цифры подходят Да, это работает, хорошо С этой загадкой мы разобрались, кстати, она вроде тоже, вот эта натыкалку на подборную, она гораздо проще, чем с водой Потому что здесь есть, блин, там тоже была логика, я не знаю, как это объяснить И да, я, извиняюсь, я немножко переиграл У меня остался один патрон на дробаш И я сжег там еще две твари Вот, но это все Это прям вот вообще все Я больше ничего не делал Вот с фьюзбоксом я сейчас Поигрался немножечко Один патрон на дробаш Мне, кстати, вообще тоже не нравится Давайте мы Вот это вот перепишем, то, что у нас было прошлое сохранение Мне бы тогда найти вон тот револьвер, что ли Я не знаю Кстати, а вот мы запустили фьюзбокс И что? Что от этого заработало? А, вот, а, это лифт! Стой, 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 мы же запустили лифт тогда, получается Вот, я вижу, колесо крутится, все, мне его даже включать не придется Я тогда смогу перемещаться между этажами И, по идее, относительно беспроблемно даже Нет, это на еще более нижнем этаже Здесь Здесь мне еще есть чем заняться Здесь у меня пока нету ни ключей, ни хрена В общем, та кнопочка Кнопочка, та комнатка, где был фьюз, если вы помните Там было две зомби Я туда пришел с двумя пистолетными патронами Одну вальнул И на столе забрал у него еще два патрона Вот, так, а где она находится? А, вон она Протектор Вон, вон эти лифты внизу Забрал на столе два патрона И двумя другими патронами вальнул второго Ну, короче, приключения такие себе Вот этого чувака я тоже спалил Потому что, ну, как минимум придется возвращаться к этому лифту Во-вторых, каждый раз пробегать через него Блин Ну, офигенчик И что я тебе сделаю? Я не хочу на него тратить последний патрон Я на минус восемь как-то оказался Хорошо А, пока у меня не будет больше патронов Это все прям вот максимально печально До свидания Это просто какой-то трэш Я захожу в комнату, я их не вижу Они прячутся в тени Инспект Красиво, кстати Но что с этим дальше делать? Это комнатка отдельная А, погоди Старм Это мне какое-то решение загадки надо будет, да? Я это сфоткаю Возможно, мне это пригодится Именно как какой-то порядок Крематлинг А Она еще из-за того, что Оно вот так вот Не в фокусе Вы не поверите На телефон это плохо ловит Может принтскрин Давайте принтскрин сделаю Точно Хорошо Попопопам Поехали пока что отсюда Мне это понадобится Значит, для какой-то головоломки Что дальше? Это можно Это нельзя Это можно Ключ от библиотеки, блин А, так там еще и пройти можно было Если я потрачу патрончик Если их собрать вдвоем Я может их Спасибо в темноту Я не пойду Мне нужен осветительный модуль Какой-то У меня нету Ни шокеров Ни шутгана Ни хрена А как тогда А как тогда Кранг забрал Меня ударили? Нет, меня не ударили Так, реплика ФКЛР Главные реплики модуля Оперативного командования Сокол Высокотехнологический Биорезонансный Командующий модуль Шестого поколения Биорезонансный Биорезонансный С полительной оболочкой Да-да-да Непробиваемый Стой 250 сантиметров Они выше, чем Эти понятные Секретные информации Только для командования Командиром Фурункс Команды Протекторов И главным подразделением Протекторов На любом объекте А.О.Н. Является Мощный Биорезонансный Модуль Прототип Фальке Модуль Фальке Совершенно Непререкаемый Авторитет И является Не только Командиром Протекторов Но и почти Богоподобным Существом Что подчеркивает Его высоким ростом И сходством С великими вождями Нашей нации Великим Революционером И его Дочерью Кстати Опять же И дочь Ну Есть некое Такое Верховенство Женского Пола Его могущество Также обусловлено Наличием Мощного Прототипа Биорезонансного Блока Который позволяет Не только Подавлять волю Более слабых Организмов И вчитывать Их намерения Эмоций Но и дает Возможность Манипулировать Объектами На расстоянии Трындец Если это Босс Мне кажется Что это Вполне Он может До свидания Это он Ремонтный Спрей Да Я думал Мне фонарик Дают Одноразовый Шокер Давайте Это не будет Боссфайт Пожалуй Блин Это будет Боссфайт У меня нет Ресурсов На боссфайт Дневник Фальки Я не знаю Сколько Я сейчас могу Продержаться Больше не хочу Жить Такой Какой Стало Красные Глаза За воротами Показал Красный Глаза За воротами Показал Мне Нет Коснулся Меня Впрыснул В мое тело Яд Мой разум Словно Отравлен Сквернут Чешуй Память Больше Не совсем Я Не стала Полностью Кем-то Другим Я застрял Между собой И ею С полусформированными Снами И воспоминаниями Которые проникают В мозг И влияют На каждое Мое действие Кто она Кто это Беловолосая Девушка Почему я так Хочу Видеть ее Снова Почему она Так Проклинает Меня Три Патрона Да Но Как минимум Этого Хватит Чтобы Отбиться Тяжелый Цилиндр Раскрашенный Под совом На верхней грани Есть небольшие Щели Вроде Динамика Или Микрофона А что мне Ну я как бы Рад за него Да Аж Ака А я больше Ничего не могу С ним сделать До свидания Оно как прилезло Так и улезло Фиг с вами Крэнк 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 Кстати Я могу Использовать Наверху вот и ушли мои потрошки ну по крайней мере два из трех используем предмет рукоятка и на том спасибо так ты у нас ключ совы да я уже честно говоря растерялся потому что вся эта ситуация походила на тупик я думал здесь лифт не лифт не знаем а что незнамо как так вот это тогда оставляем ключ я возьму с собой две аптечки беру с собой старый модуль фотографической памяти позволяет записать до 6 взрывов вспоминаний это кстати видимо то чтобы я не фоткал но да это же я ключ совы ключ совы мы сейчас используем нас по крайней мере один шокер еще появился и как я убил тогда эту тварину спец первого патрона расскажите пожалуйста у меня больше этого ни разу не получилось как не заставай их врасплох и всяк такое реплика может крит какой-то хрен его я вообще не слышал ты какие дэмэджи как такого нету простая универсальная легкая реплика сова низко затраты универсальная четвертое поколение 175 сантиметров модуль ей и ю лар до основан национальные рабочие силы и евсана эти элегантные универсальные работницы идеально подходят для выполнения любых повседневных домашних задач например для уборки или приготовления пищи а также для выполнения простых медицинских офисных работ реплика ойли очень социальный отлично уживаются друг с другом как и большинство других моделей они плохо подходят для боя однако благодаря малой массе идеально для применения ноут на удаленных объектах для количества где количество припасов ограничен ты жрут мало короче да тут просто рояль она таки называется piano room так хорошо а где какая что нужно как как арика как арика так подожди восьмой брифинг рум там что-то это откуда это не там где мы сейчас из холлэй там нужно двух тварей замудухать их нужно собрать и и жахнуть из шотика седьмой это там где сейчас north hallway погодите я что дверь щупал чисто для этого я кстати ничего не узнал про вон ту комнату где она это закрыта дверь а потому же говоря что я переигрывал про вот эту комнату где нужно вот эти вот волны на радио я про эту комнату ничего не узнал возможно нам бы туда нужно но я пока не знаю хорошо здесь у нас вон есть protectors office но там темно я не могу туда пойти есть комната вот она вверх я туда тоже пока не могу пойти давайте так на восьмом у нас дверь закрыта не там библиотека на восьмом библиотеку я вспомнил на шестом нужен был ключ совы на одном надо в одной из этих комнат значит нам на 6 наверх сейчас давайте сохраняемся и попробуем туда добраться я не знаю какие будут результаты я же говорю драться мне абсолютно нечем вот этот один патрон были разве что самоубийца оружки не дают значит так для ясности понимания прям вот здесь у нас есть не то прям на входе у нас есть и вон там дальше хорошо поехали так ключ от мастерской и отстанет меня нафига ты встал ну конечно же встань да вот здесь ключ совы инспектировать забрать предмет поврежденной кассеты с музыкой да портативный аудиокассетный плеер кто-то пробил его ножом амм кассета с музыкой подожди а это случайно не в углу комнаты стоит высокое зеркало но тут не видно ни хренище если что это жилище сов я понимаю да но сказано что тут больше мне ничего не надо что-то флот оверфлоу подожди к лестнице сюда где у нас сохранение и где у нас если бы я там прошел наверх я возможно бы сделал себе шорткат сейчас я могу спуститься в комнату с пианино мне не надо было идти все вот это вот вокруг да не надо было тратить аптечку я мог просто сюда пройти вот это вот забрать и все полин сорян ребят я наверно с другой стороны я не буду загружаться я потратил одну аптечку да с кассетой с кассетой с кассетой давайте я наверное все таки сейчас сохранюсь и попробую пробиться на этаж ниже там где у нас два мудака у нас есть один патрончик на дробаш у нас есть два шокера что с там последние 4 0 7 4 41 вот давай сюда попробую сходить туда на 8 до там где библиотека хорошо чем мы их будем мочить или не будем 2 огромные твари которые сделаны которые сделаны которые сделаны зацикленная многоканальная запись лента внутри кассеты порвана использовать соединить кстати хпшка не полная а блин так шокер это я все использовал я бы их поподжигал если бы у меня была возможность на столе лежит модуль фонарика . . . . . . . . . один патрон 2 хорошо ключ орла блин ключ совы ключ блин тетеревые кукушки реплика администратор обработчик данных логист специалисты верховного командования 5 поколения корпус 1 75 адлер это его личное дело прям неотъемлемой части любой фирм с командой протектора является модуль администратора один модуль может управлять и осуществлять мониторинг целого объекта чтобы позволить другим модулем оперативного командования чтобы его сосредоточиться на непосредственном управлении протекторами адлер предназначен для функционирования в качестве непосредственного партнера модуля фальки служит в качестве его адъютанта выполняет соответствующую бумажную работу и вычисления одного мы уже видели спасибо модуль фонарика это то чего мне прям не хватало лифт ведет к руднику мне нужно ключ администратора чтобы вызвать ясно шорткатит себе сделали то есть в принципе вот этих двух придурочков которые там нет мне мне нужно пощупать что там находится я попробую их обмансить что ли я не хочу на них тратить патрон дробаша не смешно ключ калибри да 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 кто-то тут хорошенько помешан на птицах ключ калибри орла блин крылатки южные хохло американки там хорошо сюда нужен один ключ сюда нужен другой ключ должен третий ключ сюда нужен четвертый ключ короче хорошо у нас это аж а погоди а ведь у нас есть еще комнатка не залутанная потому что там было темно уазай блайнд одна войси смогу я с третий раз пропитывать смогу повезло что это обычные вот эти вот лошьё лошьё обыкновенные а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Операционное процедурное управление. Главное преимущество реплик над гештальтами заключается в их предсказуемости. Все недавно пущенные в эксплуатацию реплики какой-либо модели практически идентичны как физически, так и психологически, поскольку все они обладают одинаковыми воспоминаниями, полученными в одинаковых условиях. Новый модуль Оиле будет всегда одинаково реагировать на одни и те же раздражители. Однако по мере попадания модуля в новые ситуации его поведение начинает отклоняться от исходного паттерна. В некоторых ситуациях, случаях, это может снизить эффективность модуля и его несоответствие конструктивному назначению. Это называется деградация личности. Объемные массы частной информации о жизни гештальта, на которой базируется каждый нейронный паттерн, позволяет нам гарантировать оптимальное и единообразное развитие каждого модуля после его пуска в эксплуатацию. Проще говоря, наша первичная цель заключается в сфокусированной манипуляции индивидуумом с целью как можно дольше гарантировать его минимальное расхождение с исходным материалом и, следовательно, его продуктивность, лояльность, также покорность. Минучка, покорность, лояльность. Ладно. В принципе, я, пожалуй, в корне соглашусь, что эти слова немножечко отличаются. Этот процесс называется стабилизацией личности. Стабилизация может осуществляться разными способами и обычно принимать форму регулярных занятий или фетишей, которые отвлекают и успокаивают реплику. До развития биорезонансных технологий, которые позволяют осуществлять масштабный поведенческий контроль напрямую, методы операционной психологии остаются наиболее надежными способами управления как репликами, так и гештальтами в интересах обеспечения национальной безопасности. Хилочка. Да. Возьму. Старые каски. Ну, хоть не старые хаски. Привет, баротравма. Да, мой модуль тут не работает. А как мне теперь... Извини, ты живой, а нет? А, можно нажать. О, это ты. Что ты здесь делаешь? Разве ты не должна быть на руднике? Твой фонарик? Дай взглянуть. Проверяй. Работает, спасибо. Ты можешь это поверить? Все эти дела, они, думаю, что хорошо нас знают. Это да, кстати. Вот тебе и личность, вот тебе и стабилизация. В итоге они просто хотят, чтобы мы заткнулись и убрались... И уработались до смерти. Смех, да и только. А что значит, не помнишь меня? Ты что, головой ударилась? Я остаюсь здесь. К работе я не вернусь. Ни за что. Ну, на здоровье, пока ты на меня не кидаешься. Да, четыре патрона. Я же вижу, что там что-то есть, блин. Они мне старые каски, старые каски. Может, я его без фонарика не мог разглядеть? Не, ну сейчас же я его подобрал. Ты вообще нормальный на меня так нападать? Я вылазил, а он такой, фигаак, фигаак. Большое количество здоровья восстановили, правильно? На карте это место не отобразится, да? Где у нас там еще? Вот вон была темная... Они помечаются, кстати, таким, видите, заштрихованным. У нас было две темные комнаты. Получается, что на этаже повыше есть. Сохранится, что ли? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я не уверен, что на это надо было тратить шотик. Я бы мог пробежать, но как бы я пробежал потом обратно через них. Там есть... Островной, не... Ну, островной ключ. Калибри в офисе руководства. Одна из Калибри заживо похоронила себя в офисе руководства на седьмом этаже. Я видел ее и ее иллюзии о том, как она сидела в комнате и плакала. Какая же из них настоящая? Думаю, это все из-за той картины, когда я приближалась к ней, ощущала, как мой мозг аккуратно атакует образ этого острова. Это ощущение было таким сильным, что сбивалось ног. Можно ли как-то нейтрализовать передачу? Можно... А, да-да-да-да-да-да-да-да! Кстати! Может быть, есть какой-нибудь контур обратной связи на частоте ее управляющего сигнала. Контур обратной связи. Восемь патронов? А хочу ли я туда? Ну, там что-то интересное. Ключ охотника! Ключ охотника! Ключ охотника, ключ фиготника, блин! Хорошо! Восемь патронов. Одиннадцать патронов у нас есть. У нас есть два ключа, у нас есть аудиокассета. К сожалению, на шокике у нас осталось всего два патрона. Но, по крайней мере, у нас вернулись боеприпасы. Спасибо вам огромное! Все, до свидания. И, получается, на шестом этаже у нас была комната. Как меня это бесит. Почему надо на F нажимать, чтобы листать? Мы сейчас, кстати, находимся рядом с сейвом. Я предлагаю пойти сохраниться. Слушайте, давайте тогда... Сейчас мы немножечко выложим то, что у нас есть. Предложение у меня такое. Это все повыкладываем. Давайте посмотрим, сможем ли мы пройти без сопротивления к той комнате. Комната с пианино. Третий сейв здесь. Сможем ли мы без сопротивления пройти к той третьей комнате, которая темная? Если сможем... Если там никто не проснулся, а если там... Блин, я там точно помню, что кто-то просыпался. Не ори на меня. И ты не ори. Тут есть шокер. А это не шокер. Это автореаниматор вот этот вот. До свидания. Патроны для шотика. Патроны для револьвера. Пожалуйста, пусть это будет револьвер. Скотч, который мне нужен, чтобы заклеить... Так. Это данные по стрельбе? Наверное. Не знаю. Охотник. Шторгзибин. Танк. Шторгзибин, блядь. Как обычно, фоткаем. Так. Да, не ты. Я не буду на это тратить свои патроны. Зарядить. Вот мы избавились от одной ячейки. Оружейный ящик. К нему ключ нужен. Я понял. Это тот оружейный ящик, который мне кажется? Не-не-не-не-не-не. Где-то нет. На каком этаже у нас пьяно-рум? На седьмом, по-моему, да? Да. Отлично. Мы можем ходить как по лифтам, так и здесь. Все вокруг, все красиво. О. А, не вниз. Че это я? Сейчас мы с вами все объединим. Все сделаем. Все будет шикардос. Как хорошо, что я этого спалил. Каждый раз просто хожу и радуюсь. Использовать. Вылечись ты уже наконец-то. Будь ты человеком. Так, оставляем. Еще патроны для револьвера оставляем. Патроны для шотика надо зарядить. Ха-ха-ха. Уничтожить. Смешные. Ах. Уничтожить. Да. Мне нужно... Маленький ключик от навесного замка. Иди сюда. И пленка, иди сюда. Супер. Значит, скотч соединяем с пленкой. На которой... Запись сделана. Теперь вот это соединяем с вот этим. Револьвер! Та-та-та! Блин, а вы посмотрите, где у него ствол находится. У него ствол находится внизу. То есть, реально... Ну, по традиции, по стандартам, у тебя же револьвер с... Ну, то есть, сверху находится ствол, а снизу находится вот эта штучка, которая выпихивает тебе гильзы. Нажимаешь на нее так. А здесь, сверху, это лазерный прицел. Не, ну эта штука должна быть просто чудовищная по мощи. Во-первых. Во-вторых, у меня на него, типа, патроны есть. Сколько, кстати? Шесть заряжено и... Двадцать! Двадцать с собой! Высокомощные, экспансивные. Ну, это же звучит, жешь. Я его пока положу. Ну, у меня объективно пока что есть чем стрелять. И у меня на него двадцать шесть процентов... Двадцать шесть процентов? Двадцать шесть патронов? Я не уверен, что у меня когда-то на обычном пистолете было двадцать шесть патронов. Сохраняемся. Ну, на самом деле, хп-шка полная. Ну, вот сейчас противоположность, абсолютно противоположность к концу прошлой серии. У нас хп-шка полная, патроны в пистолете есть, патроны в дроваше есть. Шокера нет, жаль. Шокера все спалили. Кассета отремонтирована. Нам ее нужно будет скорее всего... Я даже не знаю. А я не могу ей... Я могу ее, скорее всего... Я не знаю. Мне кажется, это... Ну, раз на ней зациклена одна и та же фраза или что-то такое, мне кажется, это нужно будет использовать в той комнате, которая как раз, по-моему, вот прямо над нами. Да-да-да-да-да. А что у нас еще осталось? Здесь. У нас коробочка Фалька, которую нам надо забрать. И брифинг-ром, там у нас вот это вот с планетами фигня, я не знаю пока что куда она. Также у нас еще ключ от... Блядь. А вот этот ключ, он... Ладно, нужно будет почекать, куда этот ключ. А, вон еще у нас Адлер Бедрум. Там тоже темно было, да? Черт, пойдемте туда еще сбегаем по-баренькому. Оно у нас находится... Прямо здесь. Блин, я понимаю, что каждый раз серия затягивается, сорян, ребят, но это просто охренеть как интересно. К тому же у нас уже относительно все пооткрыто. А, да, мы здесь были. Тьфу ты, блин, тут же этот ключ с орлом нужен. Я протупил. Оно меня ударило, блин. Но я в любом случае уже сохранился, так что я не вижу смысла... О, кстати, вот это мы не видели с вами еще. Рофф-фонд. Надежда на будущее. Хорошо, что фонарик тут не берет ни батарейки, ничего. Тогда выходим прямо отсюда. Я уже сохранился, меня загрузят в нужной мне комнатке. Па-па-па-па-па-пам. В принципе, наверное, мы все сделали, что хотели. Ну, на сегодня. Начнем мы что-то разбираться с тем, что осталось в следующей серии. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодышек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...